Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, и сегодня долгожданное видео о том, как же у меня украли мой YouTube-канал, на котором было 200 тысяч подписчиков. Поэтому в этом видео я расскажу свою историю, как же так произошло, как же я его смогла вернуть, и советы, чтобы вы тоже не попались на эту уловку. Но как мы знаем, что аферисты промышляют в людных местах в интернете, поэтому никто от этого не защищен, даже если вы простой пользователь. И начну свой рассказ с небольшой предысторией. Это был прекрасный сентябрьский теплый вечер, я встретилась с друзьями, пришла домой такая уставшая, такая на эйфории, потому что скорая должна была выезжать обратно в Санкт-Петербург. И мне приходится сообщение во Вконтакте о том, что «Даш, а тебя что, взломали что ли?» Я сначала не обратила на это внимания, потому что мало ли кто что пишет, а пишет постоянно что-то многое. В этот момент я ничего не понимаю, пытаясь зайти в свой аккаунт в YouTube, а он не заходит. Я такая думаю, ну может быть это какая-то ошибка, надо еще раз попробовать через творческую студию. Да, если вы там снимаете видосы на YouTube, вы можете скачать отдельное приложение и смотреть аналитику по своим видосам. В общем, такое специальное приложение для блогеров, пытаясь оттуда зайти в свой аккаунт, и тоже не получается. И начинается самое интересное. Я пытаюсь ввести свой пароль, а я прям точно помню свой пароль, я знаю его. И мне пишет «Ваш пароль изменен 3 часа назад». И тут я понимаю, что у меня его украли. Я начинаю быть в панике, я не знаю, что мне делать. Я думаю, мне нужно зайти и попробовать через веб-версию, то есть через ноутбук. Самое интересное в этом то, что я жила у родителей за городом, и я поехала в город, и я думаю, блин, да я поеду всего на пару часов. Зачем мне брать с собой ноутбук? Хотя я до этого всегда беру его с собой. Ну, ну, зачем? И вот в этот момент мне он понадобился. И тут история начинает набирать обороты. Потому что я вижу, он мне начинает кидать скрины в Телеграм, в сообщения во ВКонтакте, вообще где только можно, что мой канал, во-первых, переименовали. Теперь он называется Тесла Лайф. Зато теперь я могу говорить, что Илон Маск украл мой канал. Поменяли оформление, скрыли все мои видосики и начали крутить какую-то запись стрима про криптовалюту. Ну, то есть это прям ярко выраженный виден злом. Я сижу, я не понимаю, что мне делать, мне люди пишут о том, что Даша, у тебя украли канал, кидают эти скрины. И я трепетно отношусь к своей аудитории, потому что я знаю, что люди доверчивые, кто-то доверяет ко мне, и мне это очень приятно. И злоумышленники могут этим воспользоваться, то есть оставить какие-то ссылки там на донаты, и тоже как бы вот такая вот аферу прокрутить. И вот сайт я переживала, поэтому я говорила, не переходите, я знаю, что произошло, я сейчас этим занимаюсь, то есть никак не реагируйте. И самое удивительное в этом всем, что люди перестают верить блогерам. Сейчас блогеры, такие вот, ну, скажем так, плохого формата блогеры, они играются с чувством зрителей, и люди, как бы их подписчики, их зрители перестают им верить. Потому что сейчас много вот таких недоблогеры делают махинации, прогревы, чтобы продать какой-то свой недопродукт. Я понимаю, доверие у людей уходит, и на это наткнулась тоже я. То есть, понимаете, какая ситуация происходит? Я сижу, у меня украли канал, а у меня к этому каналу, ну, извините меня, столько лет я снимаю видосы у него, то есть столько работы проделаны. И люди начинают писать, ой, а что вы там ей верите, ведь она просто взяла и продала свой канал. То есть вот сейчас себя строит какую-то такую недовечку. Что за продажа канала? Вообще, сам по себе, YouTube это огромная площадка такой черной мафии. Рынок, где люди могут продать, купить канал, как-то обменять, сделать теневой канал. В общем, там очень много махинаций. Я могу назвать им пару известных, но я уверена, что есть намного больше, чем я знаю. Во-первых, можно продать свой канал? Мне постоянно в личку... Почему-то именно во ВКонтакте. Постоянно во ВКонтакте пишут, типа, привет, слушай, я вижу, что там, типа, у тебя с канала мне очень хорошо, продай его там. И называют сумму там, а-ля, в 70 тысяч рублей. Я такая, сижу и понимаю, что ну кому это не стоит 70 тысяч. Я, например, зарабатываю на нем намного больше. Кто-то соглашается. Люди не понимают, что YouTube-канал, особенно для эксперта, это площадка, где он может продавать свои продукты, давать какую-то пользу. И, то есть, да, сейчас на момент съемки этого видео, или даже когда вы смотрите, в России, как таковой, нормальной монетизации сейчас не работает. Люди на русскоязычных каналах, а тем более, если у них русскоязычная аудитория, они очень-очень мало получают. Именно про партнерку YouTube я говорю. То есть, вот тут нужно отметить этот момент. И кто-то соглашается, кто-то берет и продает свой канал. Там, за 70 тысяч, за 60 тысяч. У всех есть разные ситуации в жизни. Я никого, ни в коем случае не стыжу, не говорю, чего продал-то. Это выбор каждого. Хочешь, продавай. Я не хочу продавать. Дальше есть махинация, когда в аренду сдают каналы. Кстати, был одно время такой всплеск, когда люди тоже пишут, там, типа, давай, вот ты нам в аренду дай свой канал. Просто она значит у нас как не владельцем канала, а как доверенным лицом канала. То есть, в настройках YouTube можно так сделать. Все. Кто-то действительно дает в аренду канал, там крутят какие-то трансляции, рекламу и отдают обратно. Но бывают случаи, очень часто, что канал дали в аренду, а канал у вас взяли и украли. И все. И вы больше ничего с этим толком сделать не можете. Но, опять же, есть случаи, когда люди могли вернуть, но чаще всего можно и не вернуть. Третье, что со мной произошло, это как раз вот кража моего канала путем нахождения ваших данных, нахождения ваших паролей. Есть несколько схем это сделать. Самые популярные предложения о сотрудничестве и всякие подозрительные письма со ссылками на какой-то там источник. Что произошло, я так думаю, со мной? До момента кражи канала за три месяца мне написали во ВКонтакте предложение о сотрудничестве. Я открыта вообще для сотрудничества любыми брендами. Друзья, если что, пишите. Я могу ответить и во ВКонтакте, и там на почту, которую я оставляю под каждым роликом и на канале. И вот мне пишут, говорят, вот, у нас сейчас есть такая приложулька по типу фотошопа, но она бесплатная. Ну, как бы я не дурочка с переулочкой, думаю, я же подчекаю информацию, есть ли вообще такое приложение. Смотрю, да, есть. И мне говорят, ну вот, давай мы сделаем такую некую интеграцию с тобой. Я говорю, да вообще, в принципе, без проблем. Потому что, понимаете, этот вот, так я думала, как я попалась на это. Было видно, что человек сам пишет. То есть не заготовленный какой-то скрипт, типа, здравствуйте, да, я сейчас передам информацию, там, своим коллегам. А тут видно, что человек ведет с тобой диалог. И то есть, естественно, выстраивается какое-то доверие между вами. Мне присылают ссылку, говорят, вот, это специально у нас версия для блогеров. Такой вот архив. Я его скачиваю, пытаюсь установить, и ничего не происходит. Я такая думаю, ну, блин, наверное, у меня ноутбук, не поддерживает там операционная какая-то система или что-то, разрядность. Думаю, ну и пофиг. Ну, взяла и удалила. У меня была мысль на тот момент, что, может быть, это был ход, это аферисты. Но я не придала этому значения, потому что мне показалось, что вот это должно быть здесь и сейчас. В плане, что вот я это сделала, и сейчас же у меня крадут канал или крадут мои какие-то данные. Я что-то на это забила. И вот через три месяца это сработало. Опять же, это мои предположения, потому что тут точно сказать я не могу. Что же произошло, как же так получилось, что у меня украли мои данные. Ну и все, мои данные крадут, я в шоке сижу, не понимаю, потому что есть вероятность того, что могут не восстановить. То есть она всегда есть. Я начинаю искать информацию, что мне делать, куда подавать заявление, в общем, как мне его вернуть, потому что я не понимаю, что произошло. Что у меня его украли. И я не придумала ничего лучше, как написать свою чудесную партнерку Аир. Но благо в этот момент для меня уязвимый. Мне написала Эрика, моя коллега по YouTube, она тоже ведет свой YouTube канал и говорит, блин, Даш, это сейчас часто такая проблема, что каналы крадут, угонят. А вот держи форму, ее пиши. Это как бы форма Google, где ты пишешь, что произошло. И в этот момент мне это действительно помогло, потому что моя чудесная партнерка Аир. Я это всегда для себя говорила, Даш, окей, ты платишь процент, а там, не знаю, там а-ля 30% со своей партнерки YouTube, вот таким как бы посредником, чтобы они тебе помогли. В случае страйка, в случае угона канала. И в этот уязвительный, опять же, для меня момент я ждала их ответа. И моя чудесная партнерка Аир, еще раз напоминаю, мы должны знать этих людей в лицо, ответили мне только на следующий день. Все вот это время я была в каком-то небытие, и благо мне помогла Эрика, успокоила и дала форму Google на восстановление канала. Кстати, если что, я вам ее прикреплю, надеюсь, она вам никогда не понадобится. Ну, сохраните, если вы блогер. Самое забавное, да, они как будто работают по какому-то времени, рабочему времени, потому что я не знаю, почему они ночью, у них нету системы поддержки, как будто ночью канала не крадут. Я ожидала, что мне хотя бы там в течение часа помогут хотя бы успокоить, но они этого не сделали. Они это сделали на следующий день и кинули мне ту же самую форму Google, что мне кинула как бы коллега моя подруга Эрика. Это очень сработало так вот, не очень. Для меня это было действительно гнетуще. Ты сидишь, ты не понимаешь, что тебе делать, люди тебе пишут. Начинается какое-то, знаете, вот самокопание, чувство вины. Ой, а что я сделала не так? А зачем я это сделала? А сделала ли я что-то? И дальше развивались события с моей вот этой партнеркой Аир и, собственно, с самим Google по восстановлению канала. Они мне просто кидали ссылки, что я должна заполнить формы Google. То есть, грубо говоря, если бы их не было, я те же самые ссылки могла оформить от самого Google. Они мне просто как бы переслали а-ля сообщения. Я это все заполняла, чтобы как-то составить, что это я. Потому что такую сложную махинацию эти моршейники провернули. Я вообще очень сильно отношусь к безопасности в интернете и в целом. Поэтому у меня стояла двухфакторка. В общем, максимально все, чтобы у меня не украли мои данные. И во время кражи у меня ничего не сработало. То есть, понимаете, насколько сложная система? Обычно, когда там кто-то заходит через другое устройство, тебе приходит, типа, вы там вышли из Google. Если не вы, щелкните. И у меня этого не было. То есть, у меня не сработала ни двухфакторка, ни оповещения, ничего. И только потом, когда у меня получилось остановить канал, я посмотрела историю. И вот сейчас, внимание, мой канал украли там за 9 минут. То есть, все провернули. Мои мошенники отключили мой номер телефона от учетной записи. Поменяли пароль на YouTube. Поменяли пароль от почты Gmail. То есть, мои данные они убрали, поставили свои за 13 а-ля минут. Они включили свою аудофакторку. То есть, когда я пыталась скинуть вот этот проверочный код, приходил им код, а не мне. Реально аферисты. Аферисты в сетях. Но, самое удивительное, опять же, то, что я говорила, что, может быть, украли мои данные, вот, когда я там пыталась коллабиться, поклаборировать с каким-то брендом. Мой Алекс, друг, айтишник, сказал, что, скорее всего, это как а-ля дудос атака была на Google. Потому что нереально простому обывателю, простому мошеннику, эту духахторку сломать. То есть, это очень какая-то система сложной кодирования. И просто так ее там за пару минут не взломаешь. Поэтому у меня есть предположение, что, скорее всего, на Google была какая-то дудос атака, что слили информацию. Но, опять же, это моя фантазия. Как говорит Вероника Степанова, это, опять же, моя фантазия. Может быть, такого и не было, но я почему-то об этом думаю. Потому что они очень быстро мне отвечали. И за неделю мне восстановили. Но, опять же, вот кто, может, с этим сталкивался, вы скажете, да, они, в принципе, и так быстро отвечают. Оказывается, да, Google сейчас очень быстро отвечает вам. Но факт остается фактом. Может быть, это действительно были какие-то нападки на русскоязычные каналы. Но, опять же, информации никакой нам, как бы, в открытых источниках не опубликуют. Поэтому стоит только гадать. В общем, восстановление канала у меня заняло около недели. И это было немножечко трудновато. Потому что их формы, которые мне приходилось заполнять, они толком не работали. Потому что я это делала не с аккаунта, который прикреплен к моему каналу, а с другого аккаунта. Потому что в этот аккаунт я не могла зайти. Потому что у меня украли данные. Мне приходилось подтверждать, мне приходилось объяснять, что произошло. Как же так получилось? Мне смогли его вернуть. Но после возвращения канала он работал немножко непонятно, нестабильно. То есть мне пришлось вручную все обратно возвращать. Баннеры, как бы видео открывать. И видео, извините, у меня по 400 штук. Какие-то видосы могли автоматически закрыть комментарии. Ну, естественно, пропала статистика адекватная. Активность тоже пропала. Люди не понимали, потому что... Самое забавное. Я не говорила об этом. Мне кажется, уже и пофиг скажу. В общем, когда начались февральские события, которые называются принятые спецоперации, но на самом деле это война. Я такая подумала, блин, сейчас все закроют, нужно сделать англоязычный канал. И я начала его потихонечку развивать. Но что произошло? Когда мой основной канал взломали, люди искали в YouTube по запросу Даши Кирпич, и выходил им англоязычный мой канал. Естественно, люди туда подписались, писали комментарии, Даши, что с твоим основным каналом. И, короче, сейчас мой английский канал стал опять русским. Обалденно просто. Касально психологической поддержки. Я хочу к ней вернуться. Это действительно очень важно. Когда человеку извим, ему нужна поддержка. Сказать, что все хорошо. Мы понимаем, что вы сейчас чувствуете. Мы попытаемся сделать все возможное, что от нас зависит. И вот в этот момент поддержка Google мне помогла. Меня не успокоили. Они со мной вели диалог. Во-первых, меня немножко поддержали, что да, такое происходит. Мы попробуем вам помочь. Чего не сделала моя партнерка Аир, которой я плачу процент с монетизацией. Они мне ответили на мое обращение. Не переживайте. Для достоверности я, конечно, вам сейчас публикую пруфы, что так все и было. Вы понимаете, это тоже оставляет свой отпечаток. То есть человек, когда опять же в таком состоянии, что ему нужны какие-то ответы, ему нужна поддержка, говорит слово «не переживайте, да ладно, мы чем-то решим», это так не сработает. Всем на будущее, мало ли, что-то подобное, не дай бог, конечно, произойдет, поддержите человека. Не говорите. Лучше, смотрите, или не говорите ничего, или действительно его поддержите. Ну, говорит слово «не переживай, да ладно, все пройдет». Лучше так делать не надо. Какой итог можно вывести из моей ситуации, что я для себя вывела? Первое «не хранись никогда яйца на корзине». Я поняла, что такое тоже может произойти, и поэтому надо как-то дублировать свой контент на Яндекс.Дзен или еще прочие сторонние площадки, которые поддерживают такой длинный формат видео. Не доверять никому. Проверять, конечно же, ссылки. И вообще, в целом, что я могу вам, друзья мои, товарищи, которые сейчас смотрят, порекомендовать? Неважно, блогеры вы так же, как и я, или просто обычные юзеры, потому что никто от этого не защищен, и нас этому никто не учит. Но уроки информатики тоже толком об этом не говорят. Поэтому это видео, скорее, не только моя история, но и видео-урок о кибербезопасности в интернете. Как защитить свои данные от хакеров и злоумышленников, мошенников и прочих людей, которые нечестным путем крадут ваши данные. Поэтому, наверное, самое первое, с чего вы должны начать, это менять и обновлять свои пароли на разных сайтах, где вы пользуетесь. Потому что сейчас какая-то стала кибератака на разные серверы, сторонние корпорации. В общем, у них происходит утечка данных. Яркий такой пример, там Delivery Club и Яндекс.Еда. Кстати, в Яндекс.Еде тоже слили мою информацию. Потому что сейчас происходит такая интересная жизнь, я бы вам сказала, что это какая-то холодная пайма. Быть дудос, кибератаки, друг на друга вообще, все что-то крадут, какие-то данные. Но, по крайней мере, я знаю во ВКонтакте, если вы сидели через веб-версию и долго не обновляли пароль, он на такую плашку выкатывает и говорит, обнови пароль, пожалуйста. Поэтому проверьте, обновляйте данные свои. Также не делать одинаковый пароль на разные сайты и не сохранять их в данных, в истории, если это какой-то сайт однодневный. Захотели посмотреть видосик или скачать что-то с торрента, вот там вот лучше не сохраняйте свои данные, пожалуйста. Также чистите историю браузера, не потому что вы что-то смотрите такой, э, такая запретная, а просто чтобы себя обезопасить. Я понимаю, что сейчас звучу немножко такая, как поехавшая по безопасности, но поверьте, лучше перебздить, чем недобздить. Ауф. Ну и поставьте, пожалуйста, антивирусник себе какой-нибудь самый простецкий и блокировщик рекламы. Мало ли, вы зашли на какой-то сайт, там был огромный баннер, вы по наите нажали, все! Чтобы такого не было, поставьте спокойненько себе антивирус и не лазите по каким-то сторонним сайтам и проверяйте ссылки, то есть корректный ли вообще написан сайт. Потому что, я знаю, самая частая уловка, как можно украсить ваши данные. Я опять же так думаю, что я попалась на сотрудничество, но обычный пользователь может попасться, что вот ему там сообщение придет на почту. У инстаграма прошли утечки данных, подтвердите, что это вы. И сайт не именно инстаграма, не ссылка инстаграма какая-то там, инстаграм точка, запятая, а-ля, то есть какой-то элемент, который в принципе, не вдаваясь в подробности, похож, что ну вроде бы официальный сайт. Но и также не открывать подозрительные письма. Потому что, да, иногда бывают злоумышленники такие тупые и отправляют всякие вот эти сообщения, которые еще не открыв полностью, по заголовку вы можете понять, что ну это какая-то брехня вообще. Иногда, конечно, как в моем случае, втираются в доверие, идут с вами диалог. Происходит, что происходит. И следующая пара пунктов, вроде бы все их знают, но почему-то никто толком это не делает. Сделайте и добавьте резервную почту и номер телефона, чтобы письмо взломами прислали не только на основной, например, номер телефона или почты, но еще на резервной. Но и, внимание, я знаю, что в Ютьюбе, в Инстаграме есть такая штука, как резервные коды. Это там восьми какие-то значные цифры, какие-то комбинаты цифр, которые в случае чего, если у вас нету по-другому телефона или почты, вы можете их ввести, они то есть одноразовые, и они важны, они нужны. Сохраните их, распечатайте где-то, повесьте себе около рабочего стола, чтобы они в случае чего были. Или положите где-то документы. Потому что, когда произошла краж канала, я перерыла всю информацию, всю историю во всех браузерах, чтобы найти эти резервные коды. Но я их так и не нашла. Сейчас я продублировала в разных картинках, чтобы на всякий случай это было. Я понимаю, что у кого-то сейчас мысль, вот кто меня смотрит, да блин, у меня там всего 12 подписчиков в Инстаграме, да, там мама, брат и кошка меня смотрят. Ну кому я нужен? Поверьте, нужен. Будьте, пожалуйста, ответственны. То есть сейчас такое время, когда настолько все развито, ОИТ, хакерство, кража вашей информации. И мы никогда точно не знаем, вот если бы мы знали, что это такое, мы же не знаем, что это такое, что произойдет дальше. Окей, ну то есть украли у вас этот аккаунт, фиг с ним, но куда данные-то потом эти пошли. Я не говорю о том, что типа, ага, вот там кредит на вас оформят, ну мало ли. Знаете, что самое интересное в этой истории про как бы кибербезопасность, и в принципе безопасность ваших данных, что когда нам какой-то незнакомый номер позвонил на телефон, и представляется там, вот, я сотрудник полиции, милиции, вот там что-то, мы понимаем, что это какая-то лажа. Или там, я сотрудник Сбербанка, вот ваши какие-то там операции по корте большей стороны, вы тоже понимаете, что это какие-то мошенники. А вот когда вот в интернете, мы такие, можно верить. Приколаемся над бабульками, которые там последние свои похоронные деньги отдали кому-то там, а тут такие, ооо, ооо, а что это у меня там украли данные? Поэтому относитесь серьезнее еще раз, ответственнее. Не регистрируйтесь там, где не надо регистрироваться. Когда это произошло, то есть когда у меня этот канал украли, у меня были двойственные чувства. Первое, у меня в какой-то момент было какое-то облегчение, что вот у меня украли, значит я смогу начать все заново, да, потому что мне было тяжело в последнее время, вот, я не успеваю, потому что пишу книгу, у меня вот ученики, надо с ними уроки вести, видосы на YouTube какие-то пилить, модизации толком нет. Я думаю, ладно, пусть фиг с ним, все такое рублю с плеча, это как бы облегчение было у меня. А потом, когда я начала прокручивать в голове мысль о том, что мне никогда его не вернут, то есть у меня придется все заново начинать, а я как-то себя немножко привела в чувство, потому что столько лет снимать контента, столько сил вложить, времени, как бы и остальных всяких энергетических и денежных средств, чтобы просто в какой-то момент тебя взяли и украли канал, вот, ну, это такое себе. Поэтому я за свой канал поборюся, мы поборемся. Надеюсь, вас не умрадовало этой чудесной историей и вам этот видосик был полезен. Пишите в комментариях, было ли с вами что-то подобное, попадались ли вы на ловушку аферистов в сетях. Рассказывайте свои истории, я обязательно это все прочту. Но меня по-прежнему зовут Дарья на канале Даша Кирпич. Все тут же, мы все стабильненько здесь находимся. Ну, а я с вами не прощаюсь, встретимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok